Здравствуйте всем, кто сейчас телеканалом Первый деловой, в эфире проект Акцент. В украинской налоговой системе очередные изменения. В этот раз новшества касаются бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Соответствующий закон Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Таким образом, надеются привести украинское налоговое законодательство к стандартам Евросоюза. Изменения будут действовать уже с 1 января. Ну а более подробно о том, что именно меняется и как эти новшества повлияют на бизнес, поговорим с Ольгой Богдановой. Она эксперт по вопросам налогообложения, член общественных советов при Министерстве финансов, Фискальной службе Украины, Министерстве экономического развития и торговли, а также при Налоговом комитете Верховной Рады. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Как оцениваете принятый закон? Это хорошо или плохо? Я в целом оцениваю его позитивно, потому что, если говорить глобально, с одной стороны, да, это наше обязательство в соответствии с соглашением с Евросоюзом, с другой стороны, мы приводим наше законодательство в соответствии с директивами ЕС, но что является самым главным, пожалуй, это все-таки, что такое законодательство, оно будет способствовать прозрачности, прозрачности работы компаний, в первую очередь, больших или тех компаний, которые являются, ну, так на украинском, мы говорим, субъекты суспильного интереса, коротко, сои. Я буду сегодня много употреблять этот термин. То есть, в общем-то, глобально, позитивно, потому что способствуют прозрачности. Там, где прозрачность, там больше уплата налогов, там остаются налоги в той стране, в которой они должны оставаться. Ну и более детализировано, наверное, стоит поговорить уже там в соответствии с критериями. То есть, по большому счету, законопроект выделяет несколько категорий налогоплательщиков. Он меняет понятие, что такое микрос и малый бизнес, средний и крупный, и устанавливает различные критерии для данного вида предприятий. Я сразу хочу сделать акцент, что эти критерии определения микрос, малый, средний и большой, они не соответствуют тому, что на сегодняшний день есть в хозяйственном кодексе. И хозяйственный кодекс будет меняться под данный закон. Так вот, если мы говорим о крупных предприятиях, ну или там по категориям предприятий, установлено три критерия. Предприятие будет соответствовать такому или иному виду предприятия, если будет соответствовать одновременно двум из этих трех критериев. То есть, по сути, я хочу привести цифры в гривне в переводе, потому что критерии установлены в привязке к евро, поскольку мы имплементируем европейское законодательство. То есть, у нас есть три критерия. Первый критерий – это балансовая стоимость актива. Второй – это чистая выручка от реализации работ услуг. То есть, не все доходы, а именно чистая выручка от реализации работ услуг. И среднее количество работников, которые работают. То есть, микропредприятие у нас работает до 10 человек. Чистый доход, выручка у них до примерно 19 миллионов. У нас сейчас этот же критерий, там, 20 миллионов действует. И балансовая стоимость активов до 10 миллионов гривен. Малые предприятия, работающие от 10 до 50, чистый доход, выручка где-то 226 миллионов и балансовая стоимость активов 113 миллионов. Более внимательно советую прислушаться, кто такие средние и крупные, потому что для этой категории будут специфические правила введены. То есть средние предприятия, у которых чистый доход, выручка от 226 миллионов до примерно 1,1 миллиарда, работает от 50 до 250 человек, балансовая стоимость актива от 113 миллионов до 565 миллионов. И большие, это предприятия, у которых свыше 250 человек, у которых выручка свыше 1 миллиарда 131 миллиона и у которых балансовая стоимость активов свыше чем 565 миллионов. Вот такие критерии. То есть что по сути говорится, что выделяется целая группа предприятий, вот субъекты суспильного интереса. Это банки, это страховые компании, это негосударственные пенсионные фонды, плюс внимательно все крупные оплательщики. Для этой категории предприятий вводятся соответствующие правила. То есть эти предприятия должны будут в обязательном порядке публиковать свою финансовую отчетность, вот в момент прозрачности, но не просто финансовую отчетность, а еще и подтвержденную независимым аудитором. Отсюда вылетят, правда, только финансовые учреждения, которые совсем маленькие, которые относятся к разряду микро и малых предприятий, а все остальные предприятия должны будут публиковать и подтверждать свою отчетность. Также сюда еще попадут добывающие компании. Для нас с вами, как для простых граждан Украины, мы будем понимать в части добывающих компаний, это тоже продолжение имплементации европейского законодательства, сколько уплачивается налогов. Добывающие компании, мы говорим, это руда, газ, нефть и так далее. То есть уплачиваются ли эти налоги в стране, в которой они, собственно говоря, добываются. Крупные оплательщики. У нас в последние годы произошел такой переход. Раньше у нас крупные оплательщики наполняли бюджет по налогам примерно на 86%, 80-86%. Сегодня их доля составляет всего 55%. То есть нагрузка у нас увеличилась на средний бизнес. Но все-таки я думаю, что прозрачность таких компаний, проверка аудиторская, она будет способствовать все-таки наполнению бюджета и улучшению работы. Конечно, и прозрачность это хорошо, наполнение бюджета хорошо, но все-таки, как вы оцениваете этот закон? Он в большей степени для страны, для бюджета или же все-таки для бизнеса? И как вот найти этот компромисс? Потому что пока я вижу плюсы для бюджета. Ну, на самом деле это не так. Я вам хочу сказать, что сопротивление при принятии этого законопроекта очень сильно ощущалось, потому что законодатели очень многие представляют бизнес. Здесь, по сути, предполагается, что те же добывающие компании, субъекты суспильного интереса, они будут, во-первых, публиковать финансовую учетность, во-вторых, к ним будет еще одно требование применено. Они должны будут перейти на международные стандарты не только отчетности, но и на международные стандарты бухгалтерского учета. Что это даст? Это даст возможность иностранному инвестору читать финансовую учетность на понятном, на знакомом ему языке, на понятных и знакомых ему стандартов. Плюс, естественно, для того, чтобы работать с тем или иным предприятием, у нас появляется у бизнеса, у нас это у бизнес, у нас появляется еще один инструмент. Мы можем оценить это предприятие, исходя из его финансовых показателей, его платежеспособность, его состояние финансовое. Я считаю, что это тоже все очень важные факторы. Так вот, при принятии этого закона ощущалось некоторое сопротивление со стороны как раз представителей бизнеса, которые также являются и представителями в органах законодательной власти. Кроме всего прочего, для таких компаний, субъектов с успильным интересом, опять же, добывающих компаний предполагается еще отчет управления. То есть мы не просто говорим о констатации проверки финансового состояния компании, а мы пытаемся дать ему оценку перспективную. То есть мы хотим понимать, каким образом предприятие будет развиваться, как оно будет развиваться, какие у него бизнес-стратегии, как оно будет, кем оно будет управляться. Это тоже очень важно. Это даст нам возможность бизнесу, опять же, оценить нашего бизнес-партнера. А иностранному инвестору это даст возможность, соответственно, принимать решение, стоит инвестировать или нет. И давайте не забывать, что крупные плательщики, которые тоже относятся к субъектам суспильного интереса, это и государственные предприятия. То есть, опять же, тут будет большой интерес еще и со стороны инвесторов. Ну, будем надеяться, потому что пока, как показывает практика и как показывает этот период с начала года, у нас основным инвестором украинским, во всяком случае, судя по объему денег, перечисленных из-за рубежа, являются украинские зарабетчане, так называемые. Не самый лучший вариант, конечно, но пока имеем то, что имеем. Давайте немного еще о малом бизнесе и о микрокомпаниях, потому что вот как раз они от предоставления отчета об управлении, я прочла, освобождаются. Есть еще какие-то другие послабления именно предприятиям из таких категорий? Да, безусловно, есть, потому что данный законопроект четко прописывает, опять же, такие изменения требований к первичным документам. То есть, если раньше у нас налоговая злоупотребляла, скажем, прямо по формальным признакам, не признавала какие-то налоговые расходы, потому что ошибочка небольшая, сейчас прямыми нормами закона четко прописано, что первичный документ является достаточным, не может быть не признан по формальным признакам. Главное, чтобы было понятно, что за сделка, чтобы можно было идентифицировать стороны этой сделки. Ну, стояла дата, то есть период, когда были осуществлены соответствующие доходы и расходы. То есть, я считаю, что это, конечно, послабление. Вместе с тем, с крупному бизнесу и бизнес, который представляет общественный интерес, эти требования, наоборот, ужесточаются, как мы уже поняли, в том числе и в контексте ответственных лиц. То есть, ответственным лицом может быть теперь не только руководитель УСОИ, а может быть также и собственник. Обязательно вводится бухгалтерская служба, то есть, опять же, чтобы была четко бухгалтерская служба не менее чем 2 человека, главный бухгалтер, соответствующие квалификационные требования к такому бухгалтеру устанавливаются. Все это, безусловно, улучшит качество отчетности. Поэтому малый и средний бизнес, этот закон касается исключительно, будем так говорить, косвенно. То есть, малый микробизнес не почувствует каких-то серьезных изменений. Все, что касается среднего и крупного, да, почувствует, потому что на ноги наступает принятие следующего закона 60.16.d. Это законопроект проудит финансовую извитность, это аудитерскую деятельность. Он уже принят на налоговом комитете Верховной Рады 60.16.d. Я думаю, что в ноябре, в декабре будет проголосован уже в Верховной Раде. Это продолжение имплементации европейских директив. Ну и, собственно говоря, этот закон определяет критерии к аудиторам, которые будут подтверждать финансовую отчетность в СОИ, да, крупных плательщиков. Также там, ну, наверное, это отдельная тема для нашей с вами беседы, но в том числе государство будет еще и уверено в качестве аудиторских процедур. Минусом здесь может являться возникновение дополнительных расходов у крупного бизнеса на проведение... Да, я хотела как раз буквально с языка вы сняли, потому что, да, дополнительные расходы. И не секрет ведь, что многие предприятия, они не берут себе в штат бухгалтеров, там целую бухгалтерскую службу, а они работают удаленно с компаниями, которые предоставляют такие услуги. Как вот теперь? Ну, я не думаю, что для больших компаний это будет проблема. В основном, конечно, крупные компании, они не работают на условиях аутсорсинга, они все-таки содержат свои бухгалтерские службы, потому что есть тут своя специфика. Я тоже представляю эту отрасль. Я еще хочу сделать акцент для всех, что с момента принятия этого закона, он вступает в силу с 1 января 2018 года, некоторые нормы с 2019 года, в части консолидированной финансовой отчетности, вводится еще одно очень существенное изменение для всех. Финансовая отчетность у нас перестает быть информацией с каким-то обмеженным доступом. То есть по запросу любого юридического лица в течение пяти рабочих дней любое юридическое лицо обязано предоставить соответствующие копии финансовой отчетности. Но для крупных предприятий оно еще требуется в обязательной публикации на их веб-сайтах или же других источниках, предусмотренных законам. Так что в части больших предприятий по аутсорсингу я не вижу каких-то проблем. Даже наоборот, наверное, это наведет порядок и в части ответственности, и в части качества, и в качестве квалификационных требований. Уровень тени у нас снизится благодаря этим нововведениям, как считаете, или может быть наоборот вырастет, потому что люди будут стараться каким-то образом обойти какие-то острые углы? Да, вполне возможно это может произойти. Если мы будем говорить про средний бизнес, возможно для того, чтобы вылететь из-под критериев, например, обязательного аудита, возможно компании будут дробить бизнес, то есть делиться на два юридических лица. Но крупные компании, они не будут это делать, они заинтересованы тоже в хорошем партнере, в качестве своей отчетности, в прозрачности ведения бизнеса, в инвесторе, в конце концов. В том числе я и говорю про государственные предприятия. Поэтому я не думаю, что именно этот фактор будет способствовать тенизации. Конечно, какие-то варианты могут быть, безусловно, но я думаю, что совершенно другие причины у нас способствуют теневому бизнесу на сегодняшний день в Украине. То есть их очень много. Это опять грядущее повышение зарплат с пенсионной реформой, безусловно, приведет к тенизации. Изменения в аграрном секторе мы уже прочувствовали в этом году по карманам, по-моему, все уже. Ну вот, уже все, мне кажется. На 30% точно все цены продукты выросли. Опять же увеличится коммуналка. То есть вот эти вот все вещи, скорее всего, будут приводить к тому, что бизнес будет уходить в тень, в большей степени, наверное, все-таки средний, малый и средний. Об изменениях в аграрном секторе. Предлагаю, вот последний вопрос будет, потому что время уже подходит к концу нашей программе. Аграриям перестанут блокировать налоговые накладные. Соответствующий приказ Министерства финансов у нас уже есть. Это облегчит как-то жизнь агропромышленному комплексу, как считаете? Только некоторым. Я тоже работаю в этой рабочей группе. То есть теоретически предполагала, что блокировка налоговых накладных, я и сама практикующий бухгалтер, и вот последние три дня сижу, работаю над аналитической запиской для того, чтобы разблокировали налоговую накладную. Нормальному человеку, если честно, нормальному бизнесмену, нормальному инвестору очень сложно объяснить, зачем такая вообще ерунда вводится и ложится таким бременем на бизнес. По сути, у нас на сегодняшний контролирующую, предубеждающую функцию, которую должна выполнять фискальная служба, переложили на плечи бизнеса, ограничивая возможности нормального бизнеса. Вот этими блокировками и всем. То есть основная проблема этой блокировки у нас сводилась все-таки к тому, что блокируются налоговые накладные реального сектора экономики. И аграрный сектор, поскольку сборка, уборка урожая началась август-сентябрь, вот сейчас идут основные продажи, то есть более 50% блокировки этих налоговых накладных коснулись именно АПК, сектора аграрного. Поэтому для них прописали специальные условия, что они могут подать соответствующую, ну мы называем это технологическая карта или додаток, или данные про плательщика, которыми по сути аграрное предприятие показывает, что он покупает одну продукцию, а продает вторую продукцию. То есть система не будет его по этому критерию автоматически блокировать. И именно аграрный сектор может такую табличку подать, технологическую карту, она будет учтена в системе автоматически, то есть без проверки. Но пока вот это все принималось, все эти критерии, отвечая на вопрос, для всех или не для всех это будет работать. Интересно, почему только не для всех это будет работать? Почему? Во-первых, потому что этот сектор АПК имеет несколько критериев. То есть автоматически это будет принято системой, только если это был плательщик специального режима до 2017 года, если это плательщик-получатель аграрной дотации в 2017 году, если у него не было изменений в составе директоров-учредителей, если у него есть более 200 гектар земли в собственности или в аренде. При наличии совокупности вот этих критериев срабатывает еще пятый одновременно обязательный критерий. То есть он может подать такие технологические карты не по любой сельскохозяйственной продукции, а только определенных групп. То есть, например, предприятия, которые там сахарные заводы, мясные заводы, они вылетают из этой системы. То есть хотя бы процентов 10 войдет? Нет, ну сюда войдут все, которые крупные, трейдеры, кто сумел себе пролоббировать. Я буду говорить вот так прямо. Зерновые трейдеры, зернотехнические, все культуры сюда попадают. Ну, да, то есть в основном экспорт сырья сюда будет попадать. Вот такие предприятия, то есть какие-то отсюда будут вылетать. Я вообще категорически против этой системы. Я говорю, что это просто какое-то бремя сумасшедшее. Благодарна вам за участие в этой программе. Будем все-таки ждать позитивных изменений. Тем более, что некоторые из этих изменений уже, собственно, реализуются. Но давайте ждать продолжения. Спасибо вам. Спасибо. О грядущих изменениях в налоговой системе и их возможном влиянии на украинский бизнес мы говорили с Ольгой Богдановой, экспертом по вопросам налогообложения, членом общественных советов при Министерстве финансов, фискальной службе Украины, Министерстве экономического развития и торговли и налоговом комитете Верховной Рады. На этом пока все. Я прощаюсь до следующего эфира. Увидимся на телеканале Первый деловой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова